Меня зовут Андрей Литвинов. Я платформ-инженер в компании, которая занимается созданием аналитики спортивных событий, основанной на видео. Для этого у нас есть команда операторов, которые присутствуют на матче, баскетбольном или бейсбольном, и снимают всю игру под разными углами. У нас есть команда логеров, которые сидят или перед телевизорами, или присутствуют на самом матче и отмечают эти события у себя в приложении, типа пас или подачи или гол, и эти все данные приходят нам на API. И в связи с этим у нас есть определенные челленджи. Когда к нам приходит запрос, нам нужно посчитать статистику игры, чтобы она работала примерно в real-time. Соответственно, если обработка статистики занимает много времени, ответ будет отдаваться клиенту долго, и задержки в интерфейсе не всегда хорошо. Поэтому мы стараемся оптимизировать обработку, где можно делать ее асинхронно. По той же причине репорты и данные, которые мы готовим для репортов, занимают много времени. Мы выделяем специальные отдельные коллекции, из которых потом данные запрашиваются более оптимально. И это тоже занимает значительное время. И мы хотим это дело сделать отдельно асинхронно, чтобы как можно быстрее отдать информацию о запросе пользователя нашего API. И третья очень интересная тема сама по себе — это поиск дубликатов. У нас, как я уже раньше говорил, есть ребята, которые отправляют данные по событиям. И одно и то же событие может быть отправлено несколько раз. Наша система должна уметь работать с этими дубликатами. Поэтому если мы будем искать дубликаты как раз в тот момент, когда приходит событие, и делать это асинхронно с точки зрения API, это будет проблема. Мы хотим искать дубликаты тоже асинхронно. Что же такое event-driven система? Давайте представим себе систему, состоящую из нескольких сервисов. Каждый из этих сервисов участвует в одной большой бизнес-транзакции. Как сервису понять, какое действие он должен совершить? Есть разные механизмы. И как раз в event-driven системах каждый из этих сервисов слушает изменения системы. И принимает решение о действии, которое ему нужно сделать на основании как раз изменения системы, на основании ивентов. Представим, что на сервис заказов приходит команда для того, чтобы разместить заказ в системе. Я выбрал классический пример заказов и платежей. Я сильно не углублялся в предметную область. Моя основная задача — показать вам концепцию. Приходит команда, выполняется какое-то действие, и заказ сохраняется в системе, в базу данных. После этого сервис отправляет событие, которое отражает это изменение в брокер сообщений. После того, как сообщение упало в брокер, любой другой сервис системе может на это сообщение, на это событие как-то отреагировать и выполнить свою бизнес-логику. Логика выполняется. Сервис сохраняет данные в базу и публикует свое событие. В этот момент изначально сервис заказов может прочитать это событие и отдать ответ клиенту-пользователю API. Или синхронно, если вся транзакция прошла довольно быстро. Или если же транзакция занимает больше времени и происходит какой-то тайм-аут, наш сервис может отдать данные раньше. Он может отдать результат о том, что мы приняли запрос в обработку и в какой-то момент его обработаем. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы удачно сохраним заказ и в этот момент произойдет сбой в нашем сервисе. Это может быть какой-то out of memory, это может быть проблема сетевого соединения, это может быть просто даун нода. При этом сообщение в брокер не отправится, и никто по всей системе не узнает о том, что транзакция началась. И как с этим быть тоже непонятно. Проблема. Поэтому главная мысль, которую я хочу донести вам в этом докладе, сохраняйте состояние и публикуйте события атомарно. Как добиться атомарного сохранения состояния и публикации события? Есть у кого-то какие-то идеи? Unit of work. Проблема в том, что если мы вернемся на второй слайд, сервис может хоститься на другой машине. Ну да, unit of work, наверное, точно так же подразумевает в какой-то степени, возможно, распределенную транзакцию. Возможно, первое, что приходит в голову, это two-phase commit. С ним есть проблема, потому что использование распределенных транзакций может очень негативно сказаться на пропускной способности всей системы. И, наверное, другой очень важный фактор, что многие брокеры сообщения не поддерживают two-phase commit. Например, RabbitMQ, ActiveMQ, Kafka. Они поддерживают локальные транзакции, но нет two-phase commit. Еще возможный вариант — это механизм или подход, который используется в базах данных, так называемый ride-ahead logging. Когда сервис сначала публикует намерение о том, что он хочет выполнить какое-то изменение данных, и после этого выполняет саму операцию. Поэтому если вдруг сервис отвалился, он восстановился, увидел, что у него впереди есть операция, которую нужно выполнить, и ее выполняет. Но это тоже сложно. Если на каждую операцию выполнять такое логирование, такого типа, то разработчики, разработчики, наверное, очень будут сложно разрабатывать, добавлять новую функциональность в систему. Есть лучшие подходы, и, наверное, самый известный сегодня, потому как он становится в какой-то степени мейнстримом, это event-сорсинг. Кто знаком с event-сорсингом? Да, много рук для тех, кто не слышал. Идея заключается в том, что состояние сущности моделируется из набора событий, которые описывают это изменение. То есть каждое изменение состояния – это запись в event-стор. Это зеленая штука, внизу – это event-стор. Преимущество этого подхода в том, что event-стор в то же время является брокером сообщений. То есть, с одной стороны, это лог и хранилище данных, с другой стороны, это массаж-брокер. Поэтому, когда мы записываем с собой в event-стор, любой другой сервис может на это изменение подписаться и выполнить свою логику. Второй, наверное, тоже достаточно очевидный вариант, и я уверен, что многие с этим сталкивались – это локальная транзакция. Когда нам нужно сохранить состояние, мы сначала записываем данные в таблицу сущностей, и в другую таблицу мы записываем тот event, то событие, которое нам нужно запаблишить. Это все происходит в локальной транзакции. Поэтому мы гарантируем, что данные сохранятся атомарно. И у нас есть второй сервис event-паблишер, который асинхронно будет вычитывать события, сохраненные в таблице событий, и когда-нибудь, eventually, он отправит их на наш брокер. Поэтому, имея такую стратегию, мы гарантируем, что со временем все ивенты будут отправлены в брокер-сообщении. Даже если event-паблишер отвалится, он потом восстановится, он запомнит, в какой момент он закончил, в какой момент произошла ошибка, и отправит оставшиеся события дальше. Есть риск, что одно и то же событие будет отправлено дважды, но у всех систем доставки сообщения гарантия at least once, или at most once, это уже другая тема, можем отдельно пообщаться, но тем не менее, гарантия не хуже, чем гарантия самого брокера. Что делать, если хранилище данных, с которыми мы работаем, не поддерживает локальные транзакции? Есть какие-то идеи? Правильно. Но не всегда решение зависит… было предложение выбрать другое хранилище. Это очень классный момент, на самом деле, но не всегда такие решения зависят от того, кто разрабатывает систему. Некоторые решения могут спускаться сверху. Так было в нашем случае. Наверное, одним из вариантов было перейти с MongoDB на Postgres, который поддерживает и JSON, и транзакции ACID. Это бы решило проблему, мы могли бы использовать локальную транзакцию. Но нет, у нас не было такого варианта. Поэтому третий вариант, о котором, на самом деле, как оказалось, мало кто знает. Я посетил большое количество конференций, перерыл много статей в интернете, чтобы понять, как это можно сделать, в частности, с MongoDB. Оказалось, что можно использовать механизм репликации или так называемый transaction log telling. MongoDB transaction log называется operation log и сокращенно оп-лог. Я думаю, ребята, которые с MongoDB знают, работают в курсе, что есть там такая специальная коллекция. В чем заключается преимущество этого подхода? MongoDB – это распределенная база данных, у которой есть primary и secondary ноды. И есть механизм, по которому secondary ноды затягивают в себе данные, которые были изменены в primary. Эта информация хранится в transaction log или оп-логе MongoDB. И можно точно так же, представив себя secondary репликой, читать эти данные и из них имитить ивенты. Это, собственно, то, чем занимается вен-паблишер в этой схеме. Он следит за изменениями, которые происходят в логе операций и генерирует ивенты. Недостаток этого подхода в том, что это механизм приватный, и очень сложно выявить специфические ивенты с точки зрения оперативной области. Это очень внутренние, очень узкие, узкоспециализированные данные внутри. Но есть, опять же, варианты, как это можно улучшить. Давайте посмотрим пример системы, которая работает с использованием этих принципов. Например, надежная система. Здесь я использую Postman, и можно видеть, что у нас есть endpoint заказы. Я собираю заказ создать, отправить пост запрос с суммой 42. Посмотрим, что нам ответит наш сервис. Наш сервис ответил нам, что со статусом created, что заказ был успешно создан. Мы видим, время заняло порядка нескольких сотен миллисекунд. И мы видим, что статус нашего заказа fulfilled. Это значит, что наша система успешно обработала заказ. Для демонстрации возможной нагрузки в системе, возможных задержек, я добавил искусственное правило, что заказы с суммой больше 200 должны выполняться медленно. И тайм-аут на это выполнение я поставил в одну секунду. Давайте посмотрим, что произойдет теперь. Мы видим, что статус-код поменялся с created на accepted. И время заняло чуть больше секунды. И статус нашего заказа pending. При этом в хедерах… Вам, кстати, хорошо видно? Отлично. В хедерах мы видим location, по которому мы можем проверить текущее состояние нашей сущности, нашего заказа. Мы видим, что он уже был обработан. Давайте попробуем отправить еще один заказ. Суммой 245, например. Видим, что он все еще pending. И если я перейду, посмотрю его состояние, он все еще pending, видите? Там задержка может быть от 3 до 30 секунд, он все еще обрабатывается. Если я отправлю значение еще раз, он все еще pending. Я прошу прощения. Я думал, что он должен… А, нет. Full field. Да, это, наверное, самая долгая задержка из всех попыток получить данные. Хорошо. Мы видим, что заказ был успешно обработан. Его состояние full field. Давайте посмотрим, как… А, еще, наверное, стоит показать, что в случае, когда сумма больше 300, наша система заказа принимать не будет. Вот у нас payment сервис будет отваливаться. Говорит, что мы rejectим платежи с суммой больше 300. И наше состояние сущности должно быть дискардов со временем. Я сейчас запущу в консольке две утилитки, которые я написал, два скрипта для того, чтобы продемонстрировать, что происходит внутри в блоге операции MongoDB. У него есть коллекция облог. Это коллекция, в которой записываются те операции, которые происходят в самой базе данных и используются потом для репликации на секондаре ноды. И вторая коллекция – это коллекция событий, которые мы используем для того, чтобы потом подписываться на эти события в системе. Есть ли какие-то вопросы, может быть, на текущий момент? Я сейчас остановлю сервис event publisher. Я остановлю сервис платежей. В нашей системе остался только один сервис заказов. Давайте посмотрим, как при этом будет себя вести наша система. Мы видим, что в течение секунды она ответила на заказ, а ответ о том, что наш заказ принят в обработку. И теперь, сколько бы мы не проверяли его состояние, соответственно, он не поменяется, потому что мы с вами знаем, что сервисы недоступны. Давайте посмотрим, что при этом у нас появилось в блоге операций. Вам хорошо видно? Размер шерта достаточно большой? Мы видим, что появилась новая запись. У него есть какой-то timestamp, у нее есть тип операции, в этом случае insert. Мы видим, что коллекция, в которую была вставлена запись, это заказы. И видим, что в заказы был вставлен объект с типом заказ. У этого заказа сумма 47, статус 0, что соответствует pending. И видим, что внутри заказа есть событие, которое в нашей системе должно появиться. Это order-placed event. Но его пока еще не появилось в коллекции событий, потому что сервис, который отвечает за то, чтобы паблишить событие, недоступен. Я его сейчас стартану. И мы видим, что он опубликовал одно событие. Если мы вернемся в нашу консольку, мы видим, что была создана оболочка для события, конверт, было создана событие. ID этого события такой же, как ID заказа, который его спровоцировал. И у нас есть correlation ID и event ID. Эти данные нам помогают потом отследить причинно-следственные связи между изменениями данных в системе. То есть у всех событий и у всех сущностей, которые были созданы во время этой транзакции, будет один и тот же correlation ID. И у следующих событий мы увидим, что causation ID будет говорить о том, какое предыдущее событие спровоцировало эту операцию. Давайте теперь попробуем выключить сервис заказов и включить сервис платежей. Мы видим, что поднялся сервис платежей и обработал событие order placed. То есть наш сервис был недоступен какое-то время. Возможно, он был выключен из-за обновления, или это был какой-то maintenance, или просто сетевое соединение с ним пропало каким-то образом. Но да, отвалилось, например. Но когда он включился в систему, он выполнил ту операцию, которую должен был. И при этом мы видим, мы увидим, что в системе создался новый объект payment с информацией, которая связана с нашим ордером и с суммой, которая была оплачена. Если при этом мы запустим сервис заказов, мы видим, что он поднялся и обработал event payment accepted. И если мы перейдем на проверим его состояние, мы увидим, что наш заказ успешно обработался. То есть это пример того, как может работать система надежно, даже в случае, когда часть функциональности недоступна. Пользователи, возможно, не заметили, что система была недоступна какое-то время, или получили ответ и смогут потом проверить состояние системы. Какие-то вопросы на этот момент есть, может быть? Если вопросов нет, тогда я попробую переключиться обратно на презентацию. Какие же данные были у нас в системе до того, как мы начали реализовать этот подход с event driven системами? У нас на сервере была MongoDB 3.4, которая на тот момент не поддерживала AC транзакции. Это та проблема, которая, собственно, нас и побудила искать решения. Event sourcing в нашей системе… Для того, чтобы реализовать event sourcing в нашей системе, нам нужен был бы большой редизайн. И у нас не было ни сил, ни желания переписывать большую систему. Поэтому мы решили пойти с подходом тейлинга облога или лого транзакции. Но примерно в то же время, где-то год назад, вышла MongoDB 3.6, у которой появился специальный API, который называется change streams, для того, чтобы подписываться на изменения в данных. И мы решили прикинуть, какой механизм нам лучше использовать на тот момент. Преимуществом напрямую тейлинга облога было то, что он был надежным, что он использовался во многих системах. Например, в Stripe они используют для перегонки данных из MongoDB в Postgres. Если кто-то знаком с Meteor, Meteor тоже использует лог-операции, тейлинг лог-операции, чтобы реактивно отдавать данные на UI. Поэтому этот механизм надежный и стабильный. Еще одним преимуществом этого подхода является то, что можно эмитить ивенты с primary. То есть как только операция попала в лог-операции на primary ноде, мы можем сразу заэмитить ивент в систему, не ожидаясь, пока он реплицируется на второстепенные ноды. Недостатком было то, что API приватное, и могло поменяться от одного релиза в MongoDB к другому. Поэтому если зашиваться на этот API, это были риски. И чуть сложнее реализовать write-concern majority, чтобы ивент появлялся в системе только после того, как операция реплицировалась на остальные ноды, чтобы она была более надежная, что ли, чтобы она потом случайно не откатилась в случае, если primary отвалится. И MongoDB после выхода change streams API не рекомендует использовать telling в лога напрямую. Напротив, у change stream MongoDB гарантирует, что это надежный API, он не будет меняться, и поэтому если вы реализуете свою логику, основываясь на API change streams, она будет работать стабильно и надежно. И majority поддержит из коробки, поэтому если оно эмитит нотификацию, только после того, как событие реплицировалось на остальные ноды. Это рекомендуемый механизм MongoDB, но он еще не был широко использован в продакшене, и поэтому для нас это был риск, что возможно там будут какие-то подводные камни, которые люди еще не нашли и не зарепортили ищу, а даже если ищу появится, то фикс может занять какое-то время. Это был trade-off. И нет возможности имитить ивент с primary сразу напрямую. И еще один нюанс, что этот механизм позволял подписываться на события только для каждой конкретной коллекции. В MongoDB, как вы знаете, а те, кто не знает, вместо таблиц коллекции и можно получить идентификацию только из каждой конкретной коллекции. И ограничение на сервере не стоит ограничение, а рекомендуется использовать не больше 200 соединений для получения идентификации. Если будет больше, будет какой-то performance degradation. То есть это такой constraint, который нас не касался, но о нем надо помнить. Поэтому, взвесив за и против, мы решили пойти с change streams и реализовать эту систему, основываясь на этом API. Получилось круто. Да, мы резоливали его довольно быстро, и система или труды дали свои плоды. За небольшим исключением. Если представить, что такое лог-операции, это такая большая-большая коллекция, но она ограничена по объему. То есть там максимум можно записать 50 мегабайт, гигабайт, простите, информации. Поэтому, если в хвост коллекции поступают новые какие-то значения, данные сначала будут удаляться. Как работает change streams? Для каждой операции он генерит резюм токен, чтобы сервис выполнил нужную логику по обработке нотификации и сохранил себе этот токен. Если сервис отвалится, он может восстановиться в свое состояние и продолжить получать нотификации о новых событиях, используя этот же резюм токен. Проблема заключается в том, что если в коллекции данные меняются достаточно медленно, есть риск, и мы обнаружили эту ошибку у себя на стейджинге, что операция попала в лог-операции, постепенно-постепенно-постепенно дошла до головы этого лога и удалилась. Если при этом новая операция в эту коллекцию, об этой коллекции не поступила в лог-операции, подписка отваливалась. И нужен был механизм рекавери, чтобы начать получать данные сначала. При этом в момент переподписки, если бы появлялось новое событие, новое изменение в коллекции, оно могло пропуститься. Это был риск. Мы сделали workaround, чтобы рекаверить эти события и все равно решили двигаться дальше с MongoDB, с ChangeStreams на сервере. Как я раньше говорил, MongoDB было у нас в версии 3.4, поэтому нужно было обновить базу в продакшене. Все любят базу в продакшене обновлять, да? Я люблю. Да. Мы задеплоили primary, обновили успешно, и успешно обновили secondary. Все вроде работает стабильно. Начали потихоньку внедрять сервисы, которые используют ChangeStreams. И тут произошел бум. В MongoDB 3.6.2 было бага, которая при выполнении определенного запроса полностью гасила процесс. То есть процесс падал, и secondary происходил roll over, и secondary становилось primary. Опять получала этот запрос, падала. Вторая secondary в то время уже была зарегавлена. Она становилась новой primary, и сервисы гуляли вверх-вниз. Проблема. У нее был workaround. Мы нашли workaround в джире монгарской, который замедлил выполнение наших вопросов с 2-3 секунд для больших агрегаций, для репортов, до 10-15 минут. Естественно, наши клиенты были недовольны. Мы поняли, что мы сейчас с ChangeStreams API идти, двигаться дальше не можем, и мы начали откатываться. И тут произошло самое интересное. Мы успешно откатили primary, а secondary отвалилась перманентно. Если кто не знает, в кластер, когда добавляется новая нода, она начинает читать из этого лога операций, новая операция подхватывает и поддерживает свое текущее состояние. Чтобы как раз для надежности. Для того, чтобы если primary свалится, у нее была актуальная копия данных. При этом по какой-то непонятной для нас причине secondary не смогла вовремя подключиться в кластер. У нас осталась одна primary, и логической, правильной реакцией на эту ситуацию было удалить все данные secondary и зареджоинить ее в кластер снова. В наших объемах данных на тот момент это было порядка 3,5-4 терабайт информации. Процесс реджоина занял 2,5 дня. Хотя серверы были в одной локации. Это говорит о том, что если бы мы уже в продакшен запустили механизм использовать change streams и произошла такая дизастер-проблема, у нас бы в системе, система не получала бы никакие нотификации, никаких ивентов на протяжении более двух дней. Это проблема. И об этом надо понимать. Об этом надо узнать. Поэтому takeaway еще один из моего доклада. Если у вас конфигурация из двух нод, несущих данные и арбитр, потому что для Quorum нужно три ноды. Если у вас только два нода, которые несут данные, лучше использовать оплог. Буквально в августе, я думаю, многие услышали, что вышла Mongo 4.0, у которых появилась поддержка ACI транзакций, поэтому можно потенциально писать данные одновременно в несколько коллекций, но это замедляет производительность. Поэтому все равно не рекомендуется на сайте. Они сделали такой большой дисклеймер, что ребята, лучше проектируйте свою систему так, чтобы не надо было писать два документа одновременно. И на самом деле в ChangeStreams 4.0 они пофиксили все те проблемы, с которыми мы сталкивались. То есть можно было продолжить чтение из оплога в любой момент, и можно было подписаться одним соединением на данные всех коллекций, всей базы данных или всего деплоймента сразу. Это опять же решало проблему connection pool exhaustion, как называется, я не буду переводить. Но для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Она поддерживает write concern majority. И рекомендуемо, да, MongoDB. Для нас недостатком, опять же, является то, что нельзя реализовать write concern 1. То есть имитить event сразу после того, как он попал на primary ноду. Следующий takeaway – это если у вас Mongo 4.0 и больше трех нод с данными, ChangeStream имеет место быть. Поэтому, да, стоит кому-то присмотреться. Я сделаю несколько слайдов с примерами кода, как это реализовано. Сама рабочая демка, ее можно будет найти на GitHub посмотреть. Или если будут какие-то вопросы после конференции, я здесь, сегодня, завтра, можем пообщаться, обсудить детали. Но вы помните, да, что в логе операции был объект, который хранит сами данные и тип операции. Поэтому по типу операции мы эмитим event. Банально читаем данные из лога и эмитим тот event, который нам нужен. Этот код показывает, как мы подписываемся на event. В каждом сервисе, в bootstrapper, composition root, об этом Игорь расскажет вам, наверное, подробнее сегодня вечером. По-моему, даже в этом зале, да? Приходите. В composition root мы говорим, что у нас есть хендлер для этого конкретного типа события. И есть словарь, который резолвит хендлер по имени события, вызывает определенную функцию. Сейчас я покажу подробнее, что такое хендлер. Это сервис, который как раз-таки фильтрует события по определенному правилу и сортирует их в порядке возрастания, чтобы все события, которые были в системе, имели гарантированный порядок. После лога приходит операция или событие в системе. Мы проверяем его тип. По типу находим хендлер и передаем это событие в обработку хендлеру. Еще очень интересный момент здесь. Этот trace context. Он как раз задает всем хендлерам контекст этой операции и ID ивента предыдущего для того, чтобы установить связь correlation и causation ID. Игра вам расскажет, что это антипаттерн. Но это подходит нормально. Можем подискусировать, почему да, почему нет. Это сам хендлер. Тут мы видим, что искусственная проверка, что если с суммой больше 300 мы делаем рандомную задержку, создаем объект payment, вызываем его метод процесс. Запроцессить payment для нашего заказа с такой-то суммой. Это логика самого payment. Он выполняет какое-то доменное правило, доменную операцию. Он решает, что в случае, если сумма больше 300 по какой бы то ни было причине, он rejected оплату и, соответственно, записывает событие, чтобы оплата была отменена. В противном случае акцептим и создаем соответствующий payment accepted event, на который потом подписывается наш сервис заказов и финализирует заказ или в одном, или в другом состоянии. Это упрощенный кейс, естественно, но просто для понимания того, как система работает. Этот момент, я им очень горжусь, он помогает нам как раз-таки получать нотификацию о событиях в самом хендлере запроса и работать с клиентом синхронно или асинхронно. Кто-то знаком с reactive extensions? Немного рук. Я поэтому, наверное, не буду углубляться. Это Rx, кто не знает, или System Reactive недавно переименовали. Крутая штука. Поинтересуйтесь. Это реализация паттерн observable, которая почему-то не так популярна в среде dotnet-чиков, но невероятно популярна и в Java, и в JavaScript, и в других системах. Гляньте. Идея заключается в том, что в бэкграунде, грубо говоря, у нас есть еще один консюмер этих ивентов, который постоянно вычитывает ивенты, но на него постоянно никто не подписывается. Подписчики подключаются и отключаются on demand. Поэтому, когда у нас приходит запрос, мы делаем легковесную подписку на события, и видно, желтым подчеркнуто, что мы слушаем или order fulfilled, или order discarded ивенты. и фьючер ивент в этом случае это как раз таска. В Java это фьючер, я думаю, так называется тип. В JavaScript это promise. Мы его запомнили, что когда придет какой-то из этих двух ивентов по нашему ID-шнику order, эта таска зарисовывается. После этого мы десерализуем команду, после этого мы передаем команду хендлеру. В этот момент мы уже знаем, что если не произошло никакой ошибки, order в системе сохранился. И дальше мы await'им, асинхронно ожидаем выполнения этой таски. Если эта таска бросает timeout exception, то есть если у нас по timeout в одну секунду внутри установлено это значение, если по timeout в одну секунду ни одно событие не пришло, мы отдаем status code accepted, что клиент, мы успешно обработали твой запрос, мы не можем отдать тебе ответ финальный сразу, немножко подожди, вот тебе текущее состояние твоей сущности. Если мы успеваем обработать всю транзакцию в рамках этого timeout'а, мы можем клиенту сразу синхронно сказать, что вот, дорогой товарищ, твой заказ. Overviews. Поэтому кратко те take away, которые были раньше, обязательно сохраняйте состояние и публикуйте event атомарно. Это залог надежной распределенной системы. Любой системы, наверное. Если у вас MongoDB до версии 4, используйте оплоктейлинг, независимо от того, сколько нодов. Ну да, в частности, или если у вас MongoDB 4.0, но только два нода, используйте оплоктейлинг, чтобы не оказаться в той ситуации, которая нам грозила, когда один нод перманентно отвалился. В этом случае ивенты имититься не будут. И, соответственно, если у вас MongoDB 4.0, если у вас больше двух нодов с данными, change streams API с ним работать приятно. Здесь список ресурсов, которые я использовал для подготовки этого доклада. Слайды, в принципе, будут. Можно они фотографировать. Или я могу потом откатить обратно на начальный слайд. Там будет QR-код с этим докладом. Обязательно посмотрите на документ Вона Вернона о том, как проектировать агрегаты. Это называется Effective Aggregate Design. Очень крутая штука. Она меняет мировоззрение. Она помогает как раз таки определиться с границами транзакции и понять, какие операции нам нужно выполнять атомарно, какие можно делать потом асинхронно. Ключ к построению любой системы, в частности, распределенной. Вам спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, у нас еще есть 2-3 минуты. Да, спасибо за доклад. А почему для вас было важно только с мастер-ноды получать ивенты? Это связано с лейтенцией? Скорость, да, лейтенцией. У нас много записей. У нас лейтенцией может играть от 200 миллисекунд до 2 секунд. И иногда 2 секунды могут играть роль. Мы хотели для определенного типа операции получать как можно быстрее фидбэк, как можно быстрее взять ивент в обработку. Поэтому мы осознанно пошли на этот трейд-офф, что мы потенциально рискуем какую-то часть данных потерять, но зато оно скорее притянулось прицепом от Riot Concern для записи данных. Мы для записи данных используем Riot Concern единицу, и поэтому не было смысла использовать другой Riot Concern для генерации ивентов. Нас это устраивало в тот момент. Но да, вопрос очень хороший, поэтому если в системе небольшой лаг репликации, есть смысл использовать на джорде, которые из хрупки поддерживаются API Change Streams. Спасибо за вопрос. Еще вопросы? Если никто не задает больше. Там ты говорил о резюм токен. Можно чуть детальнее, как это работает, где он хранится, этот токен? Конечно. Я могу показать код потом. Можно потом. Но идея в том, что… Сейчас я сделаю почему-то… Вот здесь. По сути, резюм токен… Где моя мышка? Вот. Резюм токен – это комбинация таймстэмпа и вот этого уникального идентификатора сообщения. Это бессонный документ, который просто нужно захоронить. И когда передается он в API Change Streams, MongoDB разруливает его и начинает имитить ивенты, отправлять нотификации об изменениях, начиная с этой операции. Это просто механизм найти ту операцию, на которой остановилась обработка. И, собственно, в этом реализации теллинга блога напрямую я эти данные сохраняю, но продолжаю имитить ивенты, используя только таймстэмп, потому что этот age, уникальный идентификатор, полезен для баз данных, которые шардятся. В шардинге, в старых версиях Mongo таймстэмп мог повторяться, для того, чтобы точно определить, с какого ивента имитить, использовался этот уникальный идентификатор. Но для простых деплойментов, для одной реплики достаточно просто сохранить таймстэмп. А в Change Streams они сами это менеджат. Да. Это внутренний механизм. Да, да, микрофон. То есть как бы я просто уточнить, получается вот этот токен, это то, что использует сама Mongo, то есть при репликации. Соответственно, нода какая-то другая, когда она обращается к мастеру, она говорит, вот последняя запись, о которой я знаю. Это дай мне все, что новее. Ну и, соответственно, вы используете для ивентов этот тот же самый механизм, просто как бы… Точно. Я, по сути, скопировал то, что они используют внутри Change Streams. Я, когда я реализовал таймлингоплога, был inspired by той реализации. По времени, наверное, мы уже закончили, да? Или еще есть время? А, еще у нас есть 3 минуты. Да, мы в 5 начали. Прошу прощения. У нас еще есть время для вопросов. Задавайте. Если есть вопросы. Да. Андрей, спасибо большое за доклад. Хотел уточнить. Вот в event log пишутся все опера, все крутооперации. То есть и create, и update, и delete туда тоже пишутся? Хороший вопрос. Очень. В этой демке я delete игнорирую, потому что я хотел показать, как это должно быть реализовано с точки зрения domain-driven design или системой, которая использует event-driven design. И в этом случае, если сущность удаляется, нам нужно нотифицировать, получать нотификации о том, что сущность удалилась в других сервисах. Поэтому удаление должно быть явно выражено через ивенты. И в этом случае в базе данных это будет операция update. То есть update, которая будет включать операцию event о том, что сущность удалена. И потом с следующей записью может быть физическое удаление данных из MongoDB, если надо. Но у нас уже было событие, и операция delete нам знать не нужно. Но у нас в компании мы пока этого не используем. И да, там есть еще один свитч. Мы проверяем, что если операция delete, мы имитим entity deleted event. Если я ответил полностью на вопрос. Или есть какие-то уточнения? Хорошо. Еще вопросы? У нас есть время на вопросы. Круто. Если вопросов нет, то, наверное, все вопросы дальше в кулуарах. Спасибо вам большое. Вам большое спасибо за внимание.